Я сконцентрирован на цифрах, поэтому внимательно смотрю и на табло. Я приношу извинения, если слайды, которые будут показывать, не очень видно, потому что рассчитан, наверное, не на этот экран. Экран был больше, где не демонстрировал. Но, тем не менее, рекомендую параллельно со слухом смотреть на таблицы. Уважаемые коллеги, к сожалению, Россия стоит перед новыми вызовами и отъезд Телерсона, когда 7-часовые переговоры фактически пока закончились ничем. И нагнетание ситуации со всех направлений. Они говорят о том, что России необходимо самой искать свой выход и в первую очередь отказаться от заведшего страну в тупик курса Ясина, Кудрина и прочих либеральных экономистов. И это видно из вопросов, как действовали в условиях кризиса и сейчас ведущие страны и как действовал финансовая власть страны. Если вы посмотрите, то, я уже говорил вам, банки 23 стран снизили на порядок процентные ставки. Минфины провели количественное смягчение и бросили в экономику колоссальные деньги. Скажем, США к 7,5 триллионов находящихся в экономике деньгах добавили 4 триллиона. Евросоюз добавил 3 триллиона евро и фактически обеспечил безболезненный доступ производителей к финансам. Более того, многие европейские банки проводят политику преференции вовнутрь. В чем она заключается? Если банковская структура финансирует отечественную экономику, она получает льготные кредиты, но если она вдруг перестает финансировать, получает огромный штраф. У нас все наоборот. У нас процентные ставки, в отличие от стран семерки, были подняты. Монетизация экономики, если вы посмотрите по таблице, у нас минимально и ниже необходимого минимального уровня. Она должна быть не менее 50%, нормальная 70%, среднемировая 125%. К сожалению, если вы посмотрите и динамика ВВП, а вы помните, что у нас были прогнозы удвоить или желание ВВП. Но с моей точки зрения и с точки зрения нашей фракции, без изменения кредитно-денежной и финансовой политики это невозможно. А продолжение многочисленных стратегий, дорожных карт, прогнозов. У нас ведь проблема наша в чем? У нас Улюкаев делал по 5 прогнозов, Кудринов приносит не меньше 3 прогнозов. Но если вы по итогу посмотрите, они как правило не сбываются и самая большая проблема у нас это отсутствие интереса и ответственности у должностных лиц отчитаться за предыдущую стратегию. У нас как правило все министерства за 2 года до окончания действия стратегии или программы разрабатывают новую, широко пиарят ее во всех средствах массовой информации и на многочисленных форумах и забывают про предыдущую. В результате это привело к колоссальным издержкам. Если вы посмотрите, то количество потерь только от финансовых преступлений, законченных уголовных дел в прошлом году, достигло 76% в 263 миллиардов. Всей промышленности, даже при поручении президента, телевизором подтвержденным, 107 надо, до сих пор не дали. Но если вы почитаете доклад правоохранительных органов за 2016 год, коммерсант его частично опубликовал, то там есть такие выводы, что в стране сложилась система, когда все финансовые схемы со всех сторон защищены законами. А я вас спрашиваю, а кто же принимал эти законы? А точнее, кто их предлагал? Поэтому мы считаем, что для того, чтобы динамика промышленного производства у нас пошла в гору и мы действительно занимались модернизацией, импортозамещением, то нам надо ужесточить ответственность. Второе, надо поменять закон о Центробанке, и как во всех развитых странах, Центробанк должен не заниматься таргетированием инфляции, а он должен отвечать за рост экономики, должен отвечать за безработицу, а потом уже за инфляцию и рост цен. Потому что все ведущие нобелевские лауреаты в этой сфере, это и Джеймс Тобин, и Стиглиц, и я много раз вам приводил Роберта Баро, они говорили, что инфляция даже в 15% не страшна, если вы вкладываете деньги в инфраструктуру новое производство и параллельно индексируете зарплаты и социальные выплаты. Через 5 лет она сама по себе упадет. Но у нас ведь не делается ни одного, ни второго, ни третьего. И самое главное, Центробанк допускает 217 банков, закрытые только за 2015-2016 год. Но проверка МВД после этого привела к чему? 146 из них были умышленно обанкрочены. Но предварительно семьи, активы, капиталы уехали за рубеж. И спросить не с кого, понимаете? А я спрашиваю, а где же был банковский надзор? А где же были другие органы, финмониторинг, которые должны за этим смотреть? А может это целый бизнес? Потому что молдавская схема позволила за 16-й год вывести 64 миллиарда долларов. Что это такое? Фирма «Однодневка» с уставным капиталом 10 тысяч рублей организовывается в Молдавии. С ней заключаются фиктивные договора, накручивается объем. Потом российский суд арбитражный принимает решение перевести деньги за непоставленные товары, но проведенные по бумаге, иностранному контрагенту фирму «Однодневка». Ну получается, что схема на государственном уровне. А я спрашиваю, а где же были таможенники? А где были пограничники? Потому что все же документы, их надо подписать везде. Значит они в долях, а если государственные органы такого уровня в долях, то разве мы можем побороть этот процесс без ужесточения сверхлиберального вообще-то вывоза капитала? Потому что такого законодательства, которое столь либерально позволяет вывозить капитал, не имеет ни одна страна двадцатки. Понимаете, у нас безболезненно вывозят любые суммы официальные структуры, не отчитывать. Но если вы посмотрите, вот список стран первой тридцатки наших, якобы наших продуктовых сетей. Вы посмотрите, все по названию русские, но все зарегистрированы в офшорах и контролируют 22 триллиона нашего ВВП и розничного товарооборота. Вы же понимаете, чем это может обернуться? Можно в один прекрасный момент просаботировать поставку, как правило, продуктов иностранного производства. А здесь много раз с этой трибуны говорили о том, что нашим производителям крайне сложно попасть на прилавки, потому что бонусы уходные, всевозможные изъятия очень велики. И сегодня они, кстати, резко повышили изъятие из маржи. Если посмотреть дальше, то все эти 20-30 компаний, ведущих ритейлеров, они ведь на самом деле имеют конкретных бенефициариев и в Российской Федерации. Может пора нам принимать закон, чтобы такие серьезные вопросы контролировались вообще-то российским правительствами, российскими управленцами. Потому что мы увлеклись привлечением псевдо-менеджеров из-за рубежа, из-за этого в массовом порядке потеряли квалификацию в различных уровнях. И с нашей точки зрения, если мы не остановим отток капитала, он является наиболее губительной частью. Потому что то, что показывает Центробанк при зеркальной сверке статистики с ЕЦБ, мировым банком, ВТО, показывает, что цифры порядково выше. Понимаете? Поэтому мы ждем инвесторов зарубежных, а на самом деле никакой инвестор не придет, если мы свои капиталы вывозим такими объемами. Если вы посмотрите, то псевдо-зарубежные инвестиции, которые якобы у нас есть, это, как правило, ранее вывезенные от нас. Потом зарегистрированные фирмы ввозят сюда, но уже как иностранное. Наиболее показательным является структура экспорта и импорта. Я вам скажу, что под разговоры о модернизации и инновациях, к сожалению, структура импорта за прошедшие 16 лет ухудшилась, а не улучшилась. И структура занятых в экономике, там был слайд раньше, если вы посмотрите. Казалось бы, модернизация, должны обрабатывающие отрасли расти. Они у нас на полтора процента уменьшились. А торговля недвижимостью, спекуляции всевозможные увеличились почти в три раза. Понимаете? И, наверное, именно поэтому количество финансовых правонарушений резко увеличилось. А это о чем говорит? О том, что нам закон о Центробанке, закон о правительстве, закон о валютном регулировании, закон о торговле, закон о сельском хозяйстве надо менять и налоговую систему надо пересматривать. Потому что мы имеем самую фискальную налоговую систему из стран двадцатки. Потому что у нас обрабатывающие отрасли примерно в полтора раза больше платят налогов, чем страны Евросоюза и США. И позиция нашего Центробанка неадекватна проблемам, которые есть. И, наверное, та информация о двух заместителях, которые имеют там закрытые трасты, которые имеют имущество за рубежом, говорит о нездоровье в этом ведомстве. И нам надо принимать решение по этому вопросу. Спасибо.